Микс Ньюс Сегодняшняя наша гостья тоже, ну вот, совершила нечто героическое, потому что долгожданная Рижская Международная Биеннала Современного Искусства, она все-таки состоялась, хотя, несмотря на такие сложные обстоятельства и международные, действительно, под сомнением было то, что само это мероприятие вообще пройдет. У нас в студии исполнительный директор Рижской Международной Биеннала Современного Искусства Анастасия Блохина. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро. И давайте, ну вот, начнем действительно с трагичи, ну вот, начнем нагнетать эту симфонию трагедии, когда стало ясно, что все-таки все пойдет не так. Ведь уже в конце прошлого года планировалось, что она откроется, если я не ошибаюсь, в мае. Да, мы планировали открыться 14 мая, и Биеннале должна была проходить 5 месяцев в Риге с 14 мая по 11 октября. Ну, стало понятно, в принципе, как, наверное, всем к середине марта, что, несмотря на то, что бы мы ни делали, есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Это закрытые границы, это ограничения по количеству людей, это общая озабоченность состоянием здоровья. И просто наш мир в одночасье довольно сильно поменялся. Мы, к счастью, быстро смогли это осознать и приняли решение, которое было довольно интересным, потому что мы сразу же решили не откладывать выставку на следующий год по нескольким причинам. И первая из них концептуальная, потому что куратор Второй Рижской Биеннале современного искусства Ребекка Ламар Швадель изначально в своем концепте, выставка называется «И вдруг все расцвело», и говорит о том, как нам нужно переосмыслить и перепридумать свой образ жизни для того, чтобы подготовиться к глобальной катастрофе, которая нас ожидает. И единственное, что стало для нас сюрпризом, это что глобальная катастрофа произошла прямо перед нашими глазами, пока мы готовили эту выставку. Поэтому открываться в этом году в любом случае было очень-очень актуальным вопросом. И мы приняли решение, поскольку было понятно, понятно было примерно ничего, но несколько факторов из общего хаоса можно было вычленить. И первый этот фактор был, что мы совершенно не понимаем, сможем ли мы открыть в этом году эту выставку для публики. В тот момент в Латвии действовало ограничение на сборище людей не больше двух человек, в связи с чем мы, конечно, сказали, что если что, мы будем пускать по два человека по записи на всю территорию портовую в Андре-зале. Это было бы, кстати, довольно интересным опытом для зрителей. Но мы приняли решение, что поскольку есть неплохой вариант, что выставку вообще никто не увидит, мы решили превратить выставку в полнометражный художественный фильм. И Ребекка пригласила замечательного латвийского режиссера Дайвиса Симмениса создать фильм, который превратится в такую одиссею по выставке, снятый одним кадром. И мы будем ведомы за кадровым голосом, который будет рассказывать о том, какие вопросы и какие проблемы ставят перед собой художники в тех или иных работах. И это будет полнометражный фильм 90 минут. И одним кадром снятый прямо без... Да, да. То есть это будет путешествие камерой по территории Андре-зала и по территории нашей выставки. Соответственно, мы выступили с идеей фильма и начали работать для того, чтобы ее реализовать, попутно решая миллион других проблем. Но дело в том, что к середине марта, при открытии, в середине мая, выставка, в общем-то, была практически готова. То есть мы были на грани того, чтобы по графику, по нашему, застройка площадки начиналась в конце марта. То есть за две недели мы срочно все остановили, перепридумали и начали адаптировать проекты. Потому что, конечно, какие-то работы не удалось привести из-за того, что полностью сломались все логистические цепочки. Для каких-то работ художники не смогли приехать. То есть какие-то работы требовали большого сборища людей. И это тоже было невозможно. Поэтому каждый проект по-своему был перепридуман. Но в итоге то, что мы все и наши дорогие слушатели могут видеть на Андре-зале до 13 сентября, до этого воскресенья, это выставка, которая состоялась на 85%. В общем и целом все проекты там есть. И как пошутила Ребекка в одном из интервью, коронавирус стал ее со-куратором. А сам фильм, он уже снят, еще будет сниматься? То есть как попасть в кино? Или это будет без зрителей снято? Фильм снимается на площадке. Мы уже практически справились. Остается буквально пара съемочных дней. Фильм будет без зрителей. Но все, кто был на Режской биеннале в последние две недели, наверняка видели огромные экраны, камеры. И все это происходило в режиме лайв. Иногда в часы работы выставки, иногда рано утром, иногда поздно вечером. Но фильм снимался на площадке. И можно было на это посмотреть. В кадр попасть было сложнее. А каким образом этот фильм дойдет до зрителей? И он будет показываться на каких площадках тоже, в фестивалях? Мы планируем сделать в декабре национальную премьеру в Риге. И в следующем году международную премьеру на одном из фестивалей. Чтобы не сглазить, не буду говорить на каком. Но да, мы будем подаваться на международные фестивали. Жители Риги должны увидеть его в конце года. То есть можно сказать первыми. Да, безусловно, первыми. Это разрешено правилами любых фестивалей. Премьера в стране происхождения – это совершенно святое дело. Поэтому, конечно, Рижане увидят это первыми. А вот вы сказали, что какие-то арт-объекты были задуманы именно при скоплении людей. Что это такое? Почему обязательно зритель должен быть соучастником этого хэппининга? Вы знаете, вообще интерактивные проекты, они на самом деле самые популярные всегда. Если говорить о деталях, то, например, у нас была работа замечательного польского художника Павла Альтхаммера, которая называлась «Конгресс рисовальщиков». В рамках этой работы в «Андресале» должен был появиться большой такой белый куб из стен и пола. И мы бы пригласили несколько сотен людей вместе создавать эту инсталляцию и рисовать на стенах. Это такой праздник непослушания. В оригинальной дате открытия Рижской биеннале можно было бы собраться, всем вместе прессовать под музыку. Была бы такая вечеринка, посвященная коллективному созданию арт-проекта. Естественно, собрать несколько сотен людей в одном закрытом месте и заставить их трогать кисти и краски практически нелегально в наше время, новое в нашем изменившемся мире. Поэтому работу пришлось перепридумать. И мы попросили зрителей подавать свои рисунки онлайн. То есть Павел сделал первый рисунок, и с него началась цепочка. Зрители подавали, участники подавали свои рисунки онлайн, и они выставлены в «Андресале» сейчас. А эти рисунки переносились на этот куб или каким образом? Нет, они просто распечатаны. То есть был такой коронавирусный компромисс. Очень интересно. И почему эту выставку, если она задумывалась все-таки на несколько месяцев, нельзя было продлить, ну скажем, с августа до конца года? То есть почему все-таки ее время так сократили? Ну изначально, опять же, повторюсь, в середине марта было довольно неясно, сможем ли мы вообще открыть ее для публики. И мы приняли решение, что мы будем открываться на три недели. Это абсолютно четкое время, которое необходимо нам для съемки фильма. 21 съемочный день. А по поводу продления, к сожалению, в нашем суровом балтийском климате, буквально через уже несколько дней в бывшем портовом здании, станет просто некомфортно в первую очередь персоналу и, конечно, посетителям. Поэтому все-таки придется поспешить, чтобы увидеть выставку до 13 сентября, пока нас не смыло дождем, потому что продлеваться мы, к сожалению, не будем по причине того, что просто будет очень холодно. Территория, 30% территории, это вообще открытый воздух, где постоянно ветер, периодический дождь. И само большое здание, бывшие складские помещения Рижского торгового порта, оно тоже довольно такое, с 8-метровыми потолками, бетонный короб, которым будет немного прохладно уже в октябре-ноябре. А если человек приходит, я обнаружил такую любопытную информацию, что можно попросить заказать гида, и эта услуга бесплатная. То есть это дает возможность все-таки не просто посмотреть на эти арт-объекты, но и узнать какой-то их бэкграунд, то есть то, что позволит более понять, осознать. То есть вы советуете именно вот такое посещение с гидом, и как это сделать, как устроить? Я, безусловно, советую, и мы все, все арт-сообщество советуют, потому что современное искусство, оно зачастую не про форму, оно про содержание, так уж исторически сложилось после Второй мировой войны. И содержание, конечно, безусловно, очень важно, и за красивой картинкой для Инстаграма может скрываться какая-то восхитительная история. И для нас арт-медиация, мы называем их не гидами, мы называем их медиаторами, то есть люди, которые находятся с вами в диалоге, рассказывают там интересные истории, и с ними можно поговорить и обсудить, что вам нравится, что вам не нравится, что вам понятно, что непонятно. Мы предоставляем довольно много возможностей для того, чтобы объяснять и рассказывать о современном искусстве, это вообще одна из больших задач Рижской Биеннале. И, как вы абсолютно верно говорите, есть бесплатные туры при наличии билета на выставку, они проходят каждый будний день в 5 часов вечера, и по выходным в час дня и в 5 часов вечера на трех языках, на латышском, на русском, на английском. Все, что нужно сделать, это записаться на нашем сайте rigabayanel.com. А если вам неудобны часы публичных туров, на которые нужно записываться, можно всегда на том же сайте записаться или позвонить нам на индивидуальный тур, эта услуга будет платная, но она будет индивидуальная, в удобное для вас время в течение работы выставки. Если вдруг с туром не получилось, у нас есть каталог, в котором подробно описаны все работы, его можно приобрести на входе, или же можно воспользоваться абсолютно бесплатным электронным каталогом. Это мобильный сайт, который открывается в любом браузере на смартфоне, и там очень удобно можно ходить, смотреть на работу, слушать и смотреть какой-то дополнительный контент, что позволяет нам дигитальная платформа. Вот, поэтому такие у нас возможности для того, чтобы понимать и обсуждать, и как-то вникать в идеи, которые стоят за работами. Ну вот вы сказали, что самое главное для современного искусства не форма содержания, ведь раньше, ну если в средние века говорить, люди приходили, например, в церковь, смотрели фрески, для них это было скорее пояснением, разъяснением проповеди, иллюстрации, там про какие-то библейские сюжеты, то есть это все было абсолютно, ну как бы понятно. В какой вот вы сказали, что в 20 веке все пошло по-другому? Кстати, вот еще одну, я забыл дату, интересно, что именно вот в этот день, в 1981 году Герника вернулась в Испанию, и она выставлена вот была в Мадридском музее Прадо, то есть тоже один из, мне кажется, ну таких очень обсуждаемых, таких культовых, вообще знаковых произведений 20 века, которое тоже требовало, как будто бы вот все понятно, но в то же время ничего не понятно в этой картине. Да, но вопрос вот в том, что в какой момент, почему, вот что произошло, что вдруг искусство стало требовать объяснений, то есть если раньше это было все понятно, вот Адам и Ева их изгоняют из рая, вот рассказывают нам проповедь, и это вот как иллюстрация. Ну это довольно, это предмет довольно долгой искусствоведческой дискуссии, но если вкратце, то после Второй мировой войны все поменялось по разному количеству причин, по разным абсолютно причинам. Одно из них было, безусловно, отношение, например, нацистов к искусству, которое не укладывало это. Дегенеративное искусство, как они называют. И вы абсолютно правы. Одной из больших причин было дегенеративное искусство, и, например, практически сразу после Второй мировой войны появилась выставка документов Касселя в городе Кассель в Германии, которая является самой авторитетной выставкой современного искусства, проходит раз в пять лет. И, в общем, началось все еще в начале 20 века в поисках новой формы и содержания, но это правда предмет довольно обширной дискуссии. Мне очень понравилось ваше сравнение с... Точнее, не сравнение, а историческое параллель с церковью, и там Адам и Ева, все понятно. Дело в том, что в 20 веке нас стали окружать новые мифы в том числе. И современное искусство, оно про нарратив, оно про истории. Оно делается людьми, которые окружают нас с вами, которые проживают те же исторические события, или проживали какие-то исторические события в 70-х, 80-х, 90-х, в начале 2000-х. И современные художники рассказывают эти истории при помощи тех медиа и при помощи тех способов и тех жанров, которые им важны. И современное искусство, оно прежде всего, да, про содержание и про какие-то великолепные истории, которые, может быть, не всегда... До которых не всегда доходят руки у журналистов, у писателей. А художники смотрят на мир совершенно иначе и пытаются нам, своим зрителям, донести то, что они думают, то, что они чувствуют. И на самом деле смысл в том, что каждый может найти в современном искусстве что-то близкое для себя, потому что это про нас, про наше время. И, например, времена пандемии поставили, в общем-то, нас всех в довольно интересную позицию, в которой художники находятся очень долгое время уже. Они тоже не ходят с девяти до пяти на работу, они находятся самими собой, они работают в студии, не видя каких-то людей. И для меня такая вот пандемия коронавируса еще раз доказала, как многому мы можем научиться у художников. И что касается истории, о которых можно узнать, например, в Рижской биеннале, амплитуда историй, она от воображаемой подводной жизни реки Даугавы до циркулярной техники дыхания при игре на саксофоне, до ситуации с гомосексуализмом в Польше, например. Ну, то есть это миллион различных историй, о которых хочется, на мой взгляд, надеюсь, на взгляд наших слушателей тоже, узнать больше. Вот вы упомянули тоже любопытный параллель с тем, что коронавирус и вот время локдауна, оно немножко напоминает художественные всевозможные мансарды, и когда человек остается один на один. Вы не находите, что ведь в это время произошел буквально взрыв такого явления, когда люди стали копировать произведения искусства? То есть вот я вдруг обнаружил, что, по-моему, вот раньше это не было так популярно, сейчас это была серия, ну, и в европейских странах, и, я знаю, в Америке, ну, и в России это было невероятно тоже популярно, когда люди пытались воссоздавать знаменитые произведения искусства подручными средствами, и каждый раз, вот каждая попытка это сделать, она показывала какую-то совершенно невероятную изобретательность. А да, это было такое движение из-за изоляции, из-за изоляции, да. которое началось в России, и вдруг стало невероятно популярным, что не может не радовать, потому что, во-первых, это совершенно замечательный коллективный перформанс, это проект. Я уверена, что мы, кстати, увидим какие-то отсылки к нему в ближайшие годы в работах современных художников. Во-вторых, это доказывает просто самый главный факт, что искусство является абсолютно неотъемлемой частью жизни огромного количества людей. И то, что во время локдауна люди вдруг решили, что они не будут, не знаю, спать или есть, или выпивать, они будут использовать все, да, как вы верно говорите, подручные средства для того, чтобы создать вещи от того же Пикассо до мастеровой девочки с персиками, мне кажется, это совершенно замечательно и довольно вдохновляюще. И это движение смогло, начатое буквально каким-то там десятком людей, смогло вдохновить миллионы людей по всему миру, и карантин запомнится нам в том числе и этим. Говоря вот о функции искусства, ведь раньше была достаточно утилитарная, ну, скажем, если брать там 16-17-18 века, художники просто занимались украшением, вот, жилища, то есть это должно было приносить эстетическое удовольствие, какие-то красивые картины, которые должны были, ну, те же самые Вато, Буше, там, вот, просто, ну, создавать какое-то такое умиротворяющее настроение. Вот современное искусство, оно, скорее, мне кажется, противоположное. Его задача, скорее, дразнить, вызывать какие-то, ну, не просто вот услаждать зрителя, а, скорее, вызывать его какую-то ответную реакцию. Безусловно. Современное искусство, оно, конечно, про, в том числе и про диалог, и это прекрасно, если оно вызывает ответную реакцию у зрителя, совершенно замечательно. Вопрос эстетики никуда не делся, есть большое количество ярмарок, галерей, которые зачастую предлагают вещи, которые больше удовлетворяют эстетическую потребность человека в искусстве, но, в общем и целом, конечно, современное искусство – это такой, практически во всех странах, во всем мире, это рупор того, что происходит сейчас. У нас есть звонок. Телефоны в студии 6212-93-9, 6213-93-9. Я напомню, что исполнительный директор Рижской международной биеннале современного искусства Анастасия Блокина у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе утро. Очень интересно вас слушаю. Вы знаете, вот просто не сдержался, вот хочу задать вопрос эксперту, большому эксперту в искусстве. Вы знаете, у меня, наверное, такое совсем обыденное, можно сказать, топорное отношение к искусству. Для меня искусство – это Воснецов, для меня искусство – это Айвазовский, для меня искусство – это Суперже, это эпоха Возрождения. Вот скажите, пожалуйста, вы согласны или не согласны с тем, что вот ваша реплика последняя, что современное искусство, оно не про… точнее, не ваша реплика, вы с ней согласились, что оно не про форму, но про содержание, что это возможно, в том числе и от того, что как раз-таки талант уходит в дефицит. Нету Воснецовых и так далее. Спасибо большое. Спасибо. Нарисовать… Ну, с другой стороны, я могу сразу сказать нашему слушателю, что огромное количество есть художников, которые могут нарисовать лучше фотографии. То есть вот эта вот, ну, как бы детализация, воспроизведение, оно никуда не исчезло. Вот эта техника, она осталась. Ну, конечно, если мы говорим о вопросе таланта и таланта, который, скорее, талант… Это не очень правильное слово, но талант ремесленный, да, то есть талант, как вы верно говорите, да, что талант рисования никуда не делся, талант копирования тоже никуда не делся. Это хороший вопрос, он очень популярный и, безусловно, конечно, Воснецов и Возовский и Фабереже – это шедевры, которые останутся с нами всегда. Но если мы подумаем о том, что… Хорошо, у нас был один Фабереже, потом у него было какое-то количество последователей, потом еще… Кто такой Фабереже в 2020 году? Есть ли их уже 20 или 30 Фабереже? То есть это… Отвечая на ваш вопрос по поводу того, что таланты мельчают, нет, я, конечно, не могу с этим согласиться, безусловно. Другой вопрос, что мы меньше работаем руками как человечество, это не вопрос в том числе к художникам, да, и в начале 21 века работа руками ценится еще больше, чем она ценилась в конце 19-го, в начале 20-го из-за автоматизации процессов и всего прочего. Но я призываю вас, как эксперт по современному искусству, попробовать увидеть такое же новаторство, которое когда-то приносили Фабереже, Воснецов и Айвазовский в искусство, такое же новаторство призываю вас увидеть в современном искусстве. В нем есть представители, которые замечательные, невероятно талантливые люди, просто, возможно, не в том формате, в котором вы ожидаете. 65, я понимаю, самостоятельных и 9 коллективных авторов принимали участие в этой? Да, часть из них принимала участие в нашей публичной программе, то есть в цикле лекций, но большинство из них, да, порядка 45 человек сделали какие-то работы, да, и 9 коллективов. Кстати, были ли какие-то работы, которые вызвали наибольший отклик, там, больший интерес у зрителей? Безусловно, и мне кажется, сейчас, кстати, будет это тоже к таким отголоскам ответа на вопрос нашего слушателя. Например, одна из безусловных звезд нашей Второй Рижской биеннале – это американская художница Бриджит Полк, которая находится каждый день на площадке, и она создает скульптуру из камней, которые держатся друг на друге исключительно при помощи гравитации. Она не использует клея, она не использует никакие соединяющие материалы. Ее практика называется балансирование камней. И это совершенно завораживающее зрелище, потому что, когда она собирает эту скульптуру, и камни стоят под невероятным углом, это недоступно абсолютно человеческому пониманию, непонятно ни физикам, ни лирикам, как она это делает, при помощи любви, терпения и гравитации. И вот «Бриджит Полк» – это, наверное, одна из самых популярных работ Рижской биеннале, и, на мой взгляд, это такое же искусство обращения с материалом и обращения с силами природы, и у человека безусловнейший талант в этом. Еще одна очень популярная работа – это инсталляция Лины Лапеллит, литовской художницы, которая в составе коллектива победила, выиграла премию «Золотой лев» в прошлогодней венецианской биеннале. Это инсталляция отсечения, в рамках которых в бухте Даугава находятся две тысячи сосновых и еловых бревен с великолепным саундтреком, и работа эта посвящена древним техникам сплава леса по реке. Что еще? Очень большой популярностью у наших посетителей пользуется замечательная работа нашего латвийского художника Валдиса Целмса, она называется «Позитрон», и это очень красивый светящийся объект, который находится на третьем этаже главного нашего здания. И работа «Позитрон» интересна очень тем, что она ждала момента своей реализации 50 лет. Валдис создал этот эскиз для проходной завода в городе Иваново-Франкевск в 70-х, но работа никогда не была реализована, хотя он выиграл конкурс. Но потом что-то поменялось, и ему не дали ее реализовать. И эта работа ждала своего часа 50 лет. Это такой кинетический объект, который настраивает на позитивный лад и на хорошие мысли. Изначально он должен был быть на проходной этого завода, а теперь мы нашли эскизы, и в совершеннейшей мушкетерской эскападе решили реализовать то, что никто никогда не сделал за 50 лет. И это тоже один из очень популярных объектов. Наши латвийские художники и мировое искусство. Нужны ли сейчас в современном мире, насколько искусство, которое идет, казалось бы, из маленькой страны Латвии может быть востребовано в большом мире? Вот как мы можем стать известными, популярными? Вы знаете, я должна, наверное, поправить постановку вашего вопроса, потому что это довольно старая теория маршала Маклюина про глобальную деревню, но то, что мы все живем в огромном, едином мире, где размер страны действительно отошел не то что на второй, даже на третий план, я бы не стала исходить здесь с такой точки зрения. И искусство востребовано, то, о чем мы говорим с вами, наверное, уже там хороших 20 минут, искусство востребовано тогда, когда оно является высказыванием, когда оно несет в себе важную идею и важный смысл. И в этом плане у латвийских художников нет вообще никаких проблем, точно так же, как и у других художников. Безусловно, конечно, есть определенные возможности, которые перед ними открываются после того, как о них написала пресса, их заметили какие-то кураторы. Но, в общем и целом, я считаю, что наши латвийские художники совершенно заслуживают быть на большой европейской и мировой сцене, и они там начинают присутствовать довольно активно. Ну, то есть вот эти выставки, биенналы, это возможности выйти на международный какой-то рынок и заявить о себе, то есть, ну, чтобы вот эти имена где-то звучали, чтобы их приглашали на следующие уже какие-то выставки. Ну, конечно, это пресса, это какие-то международные гости, арт-сообщества, международные профессионалы, это искусство, они видят эти работы, и, безусловно, это выльется в результат того, что как-то карьера будет дальше развиваться, а может быть и нет. Но смысл, да, примерно такой. Возвращаясь, может быть, немножко к вопросу, который уже прозвучал. Будущее этих работ, то есть, если раньше, когда вот, ну, я не знаю, там, салон во Франции, там, Наполеона Третьего, все понятно, вот выставили картины в салоне, художник прозвучал, он получает заказы, его картины, которые были выставлены, купили, повесили у себя дома. Я себе с трудом представляю вот будущее, вот этот сплав бревен, вот кто может приобрести этот арт-убъект, и где его могут, ну, то есть, я вот у себя дома, я вот не могу расположить его, и даже если бы у меня был дом на реке, я бы вряд ли бы смог. Вот будущее, вот это что, получается такое, как бы, единоразовое какое-то художественное высказывание, которое дальше не имеет никакого будущего? Ну, почему же? Если мы говорим о работе, в которой находятся 2000 бревен, действительно, довольно мало кто может разместить у себя дома 2000 бревен. смысл не в этом. Бревна сами вернутся к компании, которая нам их одолжила, а от работы останется документация, видео, фотографии, каталоги, и это немного про смысл, да, мы не придаем работу на выставке, мы занимаемся созданием новых смыслов, то есть, суть выставки, она не коммерческая, суть выставки, она про вдохновение и интересные истории. По-моему, звали этого художника Артега Гассетт в галерее Тейт, когда он несколько килограммов барбарисок высыпал и заявил, что это символизирует тело его, значит, любовника, который скончался от спида, и эта работа, она затем, по-моему, и продавалась, но продавалась она в каком виде, то есть, человек должен был получить специальный документ, который подтверждал, что это именно… То есть, любой человек может прийти в магазин, купить 10 килограмм сосулек леденцов, высыпать себя дома и сказать, что это, в принципе, произведение. Что делает это авторским произведением? Артега Гассетт – это был такой философ, А этого художника звали Гонсалес Торрес. Да, Гонсалес Торрес, да. Да, это довольно знаменитая работа. Дело в том, что, конечно, любой человек может прийти в магазин и купить килограмм конфет, но я повторюсь еще раз, что это не делает человека участником какой-то истории, а конфеты с сертификатом от работы Гонсалеса Торреса делают человека участником истории, которая зачастую, ну, наверное, для того, чтобы купить работу, что часть работы Гонсалеса Торреса, ему нужно, этому человеку нужно вдохновиться этой историей, чтобы захотеть быть ее частью, да. И мы снова возвращаемся к тому, что это все про стори-теллинг и про историю, и каждый может найти какую-то историю, частью которой ему захочется быть. Не получается ли так, что художники потихонечку пытаются свою работу перепихнуть на плечи зрителей? То есть, вот вы рассказывали, что идея была, что приходите, вот мне лень расписывать этот куб, вы поработаете за меня, а затем вот эту историю я представлю как свое произведение. Нет, не получается, потому что изначально Павел не собирался расписывать этот куб. Это смысл этой работы в коллективном упражнении. То есть, это не то, что придите и помогите мне покрасить куб под хохлому. Это совершенно иной изначально посыл, что мы хотим создать вместе коллективное произведение искусства. И я не думаю, что у Павла возникнут какие-то проблемы с росписью куба, если ему захочется когда-нибудь это сделать. Но вообще это не в его практике. Он выдающийся скульптор, кстати. У него очень интересная скульптура. Была в прошлом году его персональная выставка в Хельсинки. Можно посмотреть. Поэтому я бы не назвала это перепихиванием работы на плечи зрителя. Я бы назвала это диалогом со зрителем, что довольно важно, потому что, возвращаясь к нашему звонку, Айвазовский, Фаберже и Васнецов уже вряд ли когда-нибудь вступят с нами в диалог в таком формате, в котором это могут сделать современные художники. А современные художники выступают... Ну, условно говоря, вы можете стать частью работы в каких-то ситуациях и сохранить воспоминания, историю. Частью работы. Вот если мы подходим, приходим в музей современного искусства, видим его кляйно, вот его эти монохромы, и возникает у человека вопрос. Слушайте, я сейчас возьму просто краску, закрашу точно так же холст. Будет мое произведение стоить миллион долларов, как у него. То есть, опять-таки, мы понимаем, что вот этот же условный дядя Вася, он не сможет повторить секстинскую капеллу. Это вот будет для него слабо. Вот действительно, вот тут он вряд ли сможет. А вот черный квадрат Малевича или вот монохром Кляйна запросто. Да, но проблема в том, что на дворе 2020-й вряд ли можно повторить черный квадрат Малевича в начале 20-го века. То есть, это вопрос того, что я тоже так могу. Это самая частая фраза, которую слышат в музеях, галереях современного искусства по всему миру. Но на самом деле это неправда. Нет, вы так не можете. Потому что прежде, чем войти в историю и создать черный квадрат, Малевич принял прежде всего решение, что он будет художником. Он посвятит этому всю свою жизнь. Он не будет ходить на работу. Он не будет получать приятную зарплату каждый месяц. Дядя Вася может сделать то же самое. Он скажет, все, я не буду ходить на работу. Да, но черный квадрат уже сделали. То есть, задача дяди Васи – придумать что-то новое. Вот в чем дело. Вот не является ли это погоня за новым, может быть, каким-то, мне кажется, новой химерой, но вот что становится самым главным – сделать что-то новое. То есть, вот, например, не рисовать на холсте, а резать его бритвой, как делал. Сейчас я тоже… Лютчо Фонтан. Да, да. Другой художник. Вот что здесь становится во главу угла? Вот только то, чтобы я бы стал первым. То есть, вот рисовать не красками, а голыми женщинами, опять-таки, вот как с Ивом Клайном было. В смысле, ну, не кистьями, а голыми. Ну, мы снова возвращаемся к предмету искусствоведческой дискуссии о поиске новых форм и содержания. Это химера ли это? Не знаю. Живем ли мы, как человечество, в формате «быстрее, выше, сильнее» и в поиске все время чего-то нового. А есть ли это уже новое? Вот когда наступит этот предел? Ну, ровно поэтому… Вы сейчас приводите пример. Малевич, Евкляин, Фонтана – это начало середины XX века, 70-е. Ровно поэтому то, с чего мы начали, что содержание превалирует над формой, потому что форм действительно ограниченное количество. И, конечно, уже резали холсты бритвами и все прочее. Поэтому основным моментом современного искусства является содержание. А форма отступает на второй план, потому что форма конечна, а содержания и идеи, в общем-то, практически нет. Конечно, сейчас есть довольно интересная история с тем, что есть искусственный интеллект, есть все дигитальные возможности для того, чтобы как-то иначе создавать. Раньше мы рисовали краской на холсте, теперь мы рисуем стилусом на планшете. Конечно, безусловно, технология дает какой-то импульс формам. Есть бесконечно эти все истории в формате 3D, и пандемия нам показала, что искусство пыталось уйти онлайн и искать какие-то новые формы там. Но, в общем и целом, все равно идея и содержание – это главное. Сама выставка будет продолжаться только до воскресенья. Что вы посоветуете сделать нашим слушателям? Когда лучше приходить из этих трех дней? В какое время заказывать? Можно ли еще заказывать эти экскурсии, чтобы успеть за эти три дня? Дней у нас осталось четыре. Сегодня четверг. У нас раннее утро, и еще вполне можно собраться, вдохновиться и прийти. Мы открываемся в 12 часов. Первый мой самый главный совет нашим дорогим слушателям – приобретайте билеты онлайн, чтобы избежать длинных очередей с безопасной дистанцией в 2 метра. Билеты можно купить на нашем сайте rigabayanel.com и на сайте Belash Service, и тогда вы просто приходите, показываете и довольно быстро попадаете на территорию. по бронированию туров, опять же, тоже rigabayanel.com. Я думаю, что места еще есть в течение одного из этих четырех дней. Рекомендую просто приходить, смотреть работы, вступать в диалог с гидами. А художники там присутствуют? Ну, присутствует Бриджит Пол, которая балансирует камни. Она там каждый день. Какие-то художники, периодически наши местные, заходят посмотреть на свои работы. Сегодня будет хорошая лекция в 6.30 британского художника Оливера Бира, но он будет онлайн в связи с пандемичным форматом. Но собраться и посмотреть на эту видеолекцию можно будет у нас в главном здании в порту Андрея Сала. А еще будут какие-то такого рода лекции, семинары, конференции? Или это закрытая часть? Нет, это абсолютно открытая часть, да. У нас наша лекционная программа в связи с пандемией передвинулась в онлайн формат, и она началась в день оригинального запланированного открытия Рижской Биеннале с 14 мая. И будет проходить до середины октября. И огромный, великолепный архив находится на нашем YouTube-канале. Нужно просто напечатать Рига Баеннил. И там будут все лекции, в которых можно включить русские или латышские субтитры. Поэтому в этом плане можно совершенно не переживать. Это все записано и останется навсегда. И там интереснейшие люди. Это не всегда художники, это мыслители, писатели. Которые размышляют о вещах, которые вдохновили выставку. Какие-то из них говорят о новых форматах взаимодействия нас как человечества. Какие-то говорят о новой философии. Какие-то говорят об экологии. О всяких интересных темах, которые волнуют художников и нас в 2020 году. Что будет дальше? То есть сама форма предусматривает, что это раз в два года происходит событие. Через два года каким вы видите это мероприятие? Да, как вы верно говорите, пугающее слово «биеннале» означает всего лишь то, что это выставка, которая проходит раз в два года. Мы уже начали работать над третьей выставкой. Подробностей пока раскрывать не могу публично. Но через два года это будет так же увлекательно и так же здорово. Я надеюсь, как и первая и вторая «биеннале». «Биеннале» и так же понравится зрителям и гостям города. План в 2022-м сделать еще одну очень хорошую выставку. Исполнительный директор Лирижской международной биеннале современного искусства Анастасия Блохина была сегодня в нашей студии. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо.